Ограниченное наслаждение материального мира. Вы когда-нибудь задумывались, почему этот мир создан таким образом, что любое наслаждение здесь ограничено возможностями нашего тела? У всего есть предел. Мы не можем бесконечно набивать свой желудок едой. Мы не можем разгоняться бесконечно на своих машинах. Не можем долго смотреть любимые передачи по телевизору, долго лежать на солнце, находиться в воде или в небе. Не можем бесконечно заниматься сексом, пить спиртные напитки, употреблять наркотические средства и так далее. Все имеет свой конец. Нам всегда приходится проходить четыре стадии. Влечение, насыщение, пресыщение и отвращение. Так устроен этот материальный мир. Но почему? Разве мы пришли сюда не за наслаждением? Если существует столько наслаждений, то почему живое существо не может пользоваться этими благами, так как ему хочется, без ограничений? Разве это не кажется весьма странным противоречием? И хотя многие философы утверждают, что материальный мир, это едой страданий, мы должны признать, что иногда мир не так уж плох. Какое-то счастье здесь все-таки есть. А так ли это? Может быть то, что мы принимаем за счастье, вовсе таковым не является? Все познается в сравнении. Можно ли считать счастьем такое удовольствие, испытав которое, непременно испытаешь и разочарование? Если я выпью спиртного, то сначала мне будет хорошо, однако последствия будут отнюдь не радостные. Если я наемся сладостей, то проблем с пищеварением не избежать. И так во всем. Очевидно, что счастье, за которым мы гоняемся в этом мире, временное, а значит не может являться полноценным абсолютным счастьем, которого мы все так жаждем. Разгадка состоит в том, что мир, в котором мы живем, создан для наслаждений. Но так хитро, чтобы каждый здравомыслящий человек, рано или поздно, понял, что это обман, иллюзия. Душа не может не искать счастья. Но здесь его нет, а значит и задерживаться в материальном мире не имеет особого смысла. Господь устроил все таким образом, чтобы мы, вечные заблудшие души, как можно скорее поняли, что счастье определенно есть, но не в материальном, а в духовном мире. Там, где наш изначальный дом. Именно этим объясняется противоречивая природа материального мира. Если в материальной деятельности бесконечное счастье найти невозможно, то разумно будет искать его в духовной деятельности. Именно поэтому многие люди отрекаются от всего мирского и находят удовлетворение в молитвах и служении Господу, в монастырях, храмах, в пещерах и так далее.